Здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата. Российского чемпионата, который сейчас подходит к своей зимней паузе и подходит на фоне дербийных матчей столичных. Сперва Спартак против Локомотива, ну а завтра мы получим так называемое братское дерби между Динамо и ЦСКА. Ну и первая стадия вот этого чемпионата Москвы в миниформе прошла в достаточно яркой игре. Стоит отдать должное и Локомотиву, и Спартаку. Футбол получился интересный, зажигательный. У меня, если честно, были опасения касательно Спартака, что они, ну, после не самой яркой встречи с Сочи, где было очевидно, что у команды игровой спад, функционалка не та и так далее, было опасение, что Спартак сыграет не лучшим образом. Ну а Локомотив, ну Локомотив-то Локомотив. Сейчас-то команда в очень тяжелом положении, откровенно говоря, на данный момент это вообще не команда, это строительные материалы. Талантливые, интересные строительные материалы, есть классные футболисты, и мы это увидели, но это не коллектив. Из этих строительных материалов можно сделать команду, но сейчас это даже не фундамент. Поэтому здесь были опасения, что мы получим посредственный матч. В итоге это был один из самых ярких, вот именно дербийных матчей за последнее время. Команды играли в охотку. Было ощущение, что и те, и другие стремятся показать себя. Да, в первом тайме Локомотив, ну, наверное, провалился, и только во втором тайме завелся как-то красно-зеленый коллектив. Но в целом, в целом, мне кажется, что и Локомотиву не за что стыдиться. Они на данный момент в каком-то смысле даже прыгнули выше головы, заставив Спартак понервничать в концовке и показав достаточно содержательный футбол во втором тайме. Ну, а Спартак добился очередной победы, поэтому Зенит, который худо-бедно обыграл Торпедо, не смог оторваться от красно-белых. В общем, давайте разберем эту встречу, но сперва я должен напомнить вам, что наш спонсор – это компания Балтбет, и она предлагает вам специальную акцию. Вы можете выиграть 2,5 тысячи рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Всего ничего. Пройти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте Балтбет, а также ввести промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Вы получите три бесплатные ставки, по каждой можете выиграть 2,5 косых. Что касается составов, давайте начнем со Спартака, потому что здесь были интересные нюансы. Селихов на воротах, ну, тут плюс-минус понятно. Хлусевич, Денисов, ну, сейчас худо-бедно – это основная связка. Дальше. Джики, Чернов, центр защиты. Неожиданно, прям скажем, учитывая то, что был Маслов в резерве, который мог бы здесь выйти и появиться с первых минут. То есть мы вспоминаем, что Маслов, да, все-таки является оптимальным вариантом при трех центральных защитниках, когда он играет право центрального. Но в последнее время он неплохо играл и в двойке вместе с Джикей. Но решили от греха подальше, учитывая то, что игрок, ну, не самый опытный в этой роли, выпустить Чернова. Ну, и, что характерно, из-под Чернова Спартак пропустил единственный мяч. Но, тем не менее. В центре поля Литвинов, Пруцев, Зобнин. Кстати, вот Литвинов еще можно было использовать. В центре защиты, ну, тогда пришлось бы перестраивать среднюю линию. И вообще Литвинов, Пруцев, Зобнин. На мой вот такой субъективный взгляд, сейчас из россиян – это, наверное, лучшая связка хавбеков. Потому что Игнатов как-то играет не так, не сяк. То играет, то не играет. Проумярова вообще либо хорошо, либо ничего. Вот, объективно, из россиян лучшая связка. В отсутствии Мартинша, в отсутствии Моузеса, который может сыграть атакующего центрального хавбека. Вот, наверное, оптимальная связка из отечественных игроков. Ну, и впереди Промес Николаса-Зиньковский. Нежданчик. Соболев в резерве. Хотя я как раз во время обзора предыдущей игры с Сочи сказал, что это был худший матч Соболева. Возможно, опять же, здесь вопрос физухи. Игрок уже подсел. Очень много было матчей, где Соболев тянул фактически свою команду. Вот настал момент, когда нужно ему дать немножко отдохнуть. Худяков на воротах у локомотива. Баринов, Макеев, Кузьмичев. Услунгая тройка центральных защитников. Хотя Баринов фактически выполнял здесь плавающую роль дополнительного центрального защитника-опорника. Очень часто он оказывался в линии с Карпукасом, Марадишвили и Миранчуком, который играл чуть-чуть повыше. То есть такая вот средняя линия. Живоглядов, Секнезян на флангах. И впереди Ракуньяц-Камано. Ракуньяц, наверное, это одна из главных проблем. Локомотива сейчас, ну, скажем так, в силу определенных обстоятельств. Именно он выходит с первых минут. При том, что игрок, мягко говоря, своеобразный. И пока он был на острие, пока не вышел тот же самый Камано, который заменил, скажем так, ударную силу впереди, локомотив выглядел откровенно инертно и откровенно безидейно. Было ощущение, что это, знаете, как копье затупленное без наконечника. Без достойного нападающего, который там бы обострял ситуацию и так далее. Поэтому здесь, ну, по-моему, главный факап, главный провал локомотива в первом тайме, это игра нападающих Камано и Ракуньяц. Они, в общем-то, обнулили все усилия полузащиты локомотива. Я ведь, в общем-то, по ходу еще предыдущих роликов про локомотив говорил, что у них отличная полузащита. Команда играет так себе, но Миранчук выдает отличный матч. Он очень неплохо смотрится в последнее время, Краку Каспо и Красный, Баринов молодец, тут еще и голевую передачу чуть позже отдал. То есть средняя линия отличная у локомотива. И даже с учетом того, что у Спартака была достойная такая линия сопротивления в лице и Боевитого, и Литвинова и всех остальных, но объективная полузащита у Лока одна из лучших в чемпионате по-прежнему. Проблема в том, что это все нужно кому-то замыкать. С замыкающими моментами все было очень печально. И в результате локомотив просто превратился в команду, которая играла в девятером, без двух нападающих впереди, которые были отрезаны и ничего не показывали. Спартак в этом плане, ну, знаете, как бы мы ни критиковали Николсона, который запорол опять хреновую тучу моментов, но он создавал движение, создавал опасность. А для того, чтобы забивать мячи, были другие люди. И тот же самый Промес, тот же самый Пруцев, который, опять же, с передачи того самого Николсона забил, опять же, к вопросу о том, что Николсон сыграл не идеально в плане реализации. Запорол выход один на один, много чего еще. И Промес тоже много моментов упустил. Но будем объективны. Николсон отдал голевую передачу. Николсон давал немало, как бы это сказать, простора для маневров своей команде. И в результате, в первом тайме, по факту, вот именно в атаке была одна команда. Да, кто-то скажет, посмотри статистику. Статистика здесь, ну, скажем так, вещь упрямая. Потому что ударов в итоге нанес больше Локомотив. 13 против 12. Но давайте будем откровенны. Спартак создал намного больше реально опасных моментов. И то, что творилось в обороне Локомотива, это, конечно, ужас. Понятное дело, что Промес на фоне нынешнего чемпионата России, это что-то с чем-то. Но то, что творилось в защитной линии Лока, ну, это, знаете, мне кажется, тут даже Промес не был нужен для того, чтобы пройти вот такой вот заслон. А броня Локомотива откровенно проваливалась. И если бы не Худяков, который потащил несколько мертвейших моментов, все бы закончилось куда более убедительным счетом еще в первом тайме. И там было бы 3-0, 4-0 после первой половины. И дальше вторая просто превратилась бы в чистую формальность. То, что Локомотив отлетел в первом тайме лишь 2-0, результат работы Худякова в первую очередь. Защита, как я сказал, ужасна. Просто очевидно, что команда рассчитывала на фасона очень толкового парня, который поломался на едвае, который пропускал эту встречу и так далее. Тот вариант, который присутствует сейчас, не особо катит. И в результате команда, ну, играла без обороны и без атаки. Классная средняя линия, классный голкипер, который тащил, все остальное ужасно. Поэтому я и говорю, что сейчас Спартак это больше команда. Это более целостный коллектив. Он играл понятнее. Вот эти комбинации, которые где-то даже были пижонские. Когда Спартак пытался стеночками расколобродить оборону Локомотива и забить мяч. Когда Спартак там мотал защитников соперника от одного угла штрафной к другой. Все это было немножко пижонство, но с другой стороны Спартак мог себе это позволить. И Спартак на фоне такой обороны Локомотива просто куражился в какой-то момент. Вот реально куражился. А Локомотив ему для того, чтобы поебать во втором тайме, понадобились сумасшедшие личностные усилия отдельно взятых игроков. Камано, который ушел с поля и уступил Изидору. Вот здесь наступил перелом. Изидор совершенно другой уровень интенсивности дал для атаки. Миранчук, который там в одиночку пытался обвести всю команду соперника. Это было очень круто. Но это опять же говорит о том, что Локомотив это не команда на данный момент. Это строительный материал, из которого нужно что-то состроить. Нужно что-то слепить. Из этих талантливых ребят может выйти что-то топовое, что-то интересное. Но сейчас это отдельно взятые исполнители, которые пытаются спасти утопающую команду. Спартак просто оказался коллективом. В отличие от Лока, который, да, в концовке, ну, скажем так, забил, подарил нам полноценную интригу. И вообще второй тайм Локомотив провел очень неплохо, прибавил удачные замены, выход Изидора и всех остальных. Но этого оказалось недостаточно. В целом, Спартак объективно в этой встрече должен был побеждать с более крупным счетом. Но Локомотиву все равно респект за то, что они все-таки бились, старались и во втором тайме завелись. С другой стороны, сейчас для Локомотива это не важно. Сейчас важны очки, потому что команда бьется за выживание, увы и ах. Ну а Спартак продолжает гонку за Зенитом.